Всем привет! С вами Video-Shopper.ru. Тонкий смартфон с металлическим корпусом и экраном в 5,5 дюйма. Вашему вниманию представляю самую старшую модель из линейки A. Имя этому телефону Samsung Galaxy A7. Это флагман A-серии, который, как и его более простые собратья по модельному ряду, также предлагает цельнометаллический корпус. Давайте разберем его и узнаем, на что он способен. Открываем коробку и видим. Сам смартфон, зарядный блок, USB кабель, наушники с дополнительными амбушюрами, документация и скрепка для извлечения сим-карты и карты памяти. Только в Video-Shopper.ru при покупке Samsung Galaxy A7 у вас есть возможность 14-дневного тест-драйва смартфона. И это еще не все. Купив телефон у нас, вы также бесплатно получите защитную пленку на экран, подробную навигацию с картами России и более 160 увлекательных игр и программ. Подробности по телефону на экране и на сайте Video-Shopper.ru Galaxy A7 значительно больше в габаритах, нежели собратья по серии. Несмотря на его диагональ, в руке смартфон ведет себя очень комфортно. За счет его небольшой толщины он совсем не смотрится громадиной. Что касается внешнего вида, то здесь разработчики явно придерживаются единой дизайнерской линии во всей серии. Вокруг монолитного корпуса идет рамка из металла и все также переливается на свету. Вся тыльная сторона также получила отделку из металла и окрашена в цвет корпуса. А что самое интересное, чтобы не выбиваться и не выделять металлическую отделку тыльной стороны, на нее нанесен слой матового пластика, окрашенного в цвет корпуса. Лицевая часть полностью покрыта защитным стеклом. В верхней части находится разговорный динамик. Рядом фронтальная камера, глазки сенсоров и светодиодный индикатор состояния и оповещения. MicroUSB и аудиоразъем для наушников на нижней грани. Спаренная клавиша регулировки громкости с левого бока. На правом разместилась кнопка включения-выключения. Тут же два лотка для nanoSIM-карт и карты памяти microSD. Управляющие кнопки расположились внизу экрана. Тут ничего не поменялось. Две из них сенсорные и одна механическая. Тыльная сторона отдана под основную камеру, вспышку и динамик. Как говорилось ранее, корпус монолитный и соответственно батарея несъемная. Она тут на 2600 мАч. Несмотря на небольшой показатель, батареи при активном использовании хватает стабильно на день работы. Также стоит заметить, что для экономии энергии в настройках традиционно имеются два режима энергосбережения – обычный и экстремальный. Последний существенно снижает уровень расхода за счет отключения встроенных функций, в том числе переводя изображение экрана в черно-белый цвет. При таком режиме смартфон способен проработать намного дольше. Экран VA7 HD Super AMOLED с диагональю 5,5 дюйма. Дисплей хороший и качественный, несмотря на HD разрешение. На солнце картинка остается видимой, а информация читабельной. Цветопередача, яркость и углы обзора отличные. Мультитач здесь позволяет обрабатывать до 10 одновременных прикосновений. Экран имеет возможность управляться руками в перчатках, при этом он становится более чувствительным к прикосновениям. А в настройках предусмотрительно оставлена возможность отключения этой функции. В настройках также доступны 4 режима экрана, которые отличаются насыщенностью оттенков. Samsung Galaxy A7 получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 615. Восьмиядерный процессор здесь имеет 4 ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1,5 ГГц, и 4 ядра на частоте 1 ГГц. За графику отвечает Adreno 405. Оперативной памяти 2 ГБ, встроенной 16. Из них доступно пользователю чуть больше 12. Слот для карты памяти тут объединен с лотком для сим-карты, поэтому можно выбрать, что важнее, меняя накопитель на дополнительного оператора. Поддерживаются карты до 64 ГБ включительно. Быстродействие смартфона отличное. Производительности с лихвой хватает для выполнения всех поставленных задач. С играми смартфон справляется так же хорошо. В качестве операционной системы стоит Android 4.4, поверх которого установлен фирменный интерфейс TouchWiz. Оболочка осталась неизменна и имеет знакомый всем вид. Здесь нет сканера отпечатков пальцев, нет инфракрасного передатчика и датчика сердечного ритма. Также отсутствует фирменное приложение для слежения за здоровьем S-Health. Есть новостная панель-брифинг, аналог HTC BlinkFit, которая запускается при свайпе влево. Темы оформления меняют не только обои, но и иконки в меню. В меню присутствует мультиоконный режим, когда на фоне меню может быть развернута какая-нибудь программа. Присутствует управление жестами, правда, по сравнению с флагманскими моделями, функция тут в разы меньше. В смартфоне удобный музыкальный проигрыватель с богатыми настройками. Эквалайзер с ручными настройками. Также есть FM-радио. Качество звука в наушниках очень хорошее. Запас по громкости достаточен для различной обстановки. А мощности динамика хватит для того, чтобы услышать звонок и не пропустить входящий вызов. В остальном это привычная операционная система с приятным внешним видом. Samsung A7 имеет два модуля цифровых камер. Фронтальная камера здесь оборудована 5-мегапиксельным модулем с диафрагмой F2.2 и снимает с максимальным разрешением 1080p. Основная камера на 13 мегапикселей с быстрым автофокусом и LED-вспышкой. Меню настроек очень приятное. Оно разбито на равнозначные ячейки, каждая из которых всегда находится на виду и интерактивна. Есть большое количество настроек и предустановленных режимов. Панорама, автопортрет, автоселфи, ночь и возможность создания GIF-анимаций. Видео пишется в Full HD. Посмотрите, что у нас получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напомню. По части коммуникации имеется Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS, а также поддержка сетей четвертого поколения LTE. Итак, пора подводить итоги обзора. В целом, смартфон Samsung Galaxy A7 получился приятным гаджетом. Смартфон меня порадовал. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Обзор подготовлен интернет-магазином видеошопер.ру. Удачи в выборе!